Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, кто вы и чем вы занимаетесь? До революции или после революции? В общем, я юрист, у меня юридическая компания. Когда попали на Майдан, мы поняли, что гражданское общество наконец начало формироваться и приходится заниматься политикой, как большинство людей, которые сейчас находятся на Майдане или прошли через Майдан ротационно. После боев уже последних мы создали антикоррупционный комитет Майдана, гражданская организация, и я голова этого комитета. У нас есть своя сотня, которая образовалась тоже во время боев и во время отсутствия милиции в городе. Организовали отряды самообороны по Киеву. Ну и наша главная задача – это победить коррупцию, как политическую пору, коррупцию в стране, так и коррупцию, которая системная уже нам досталась от постсоветского пространства. А как именно вы боретесь с этой коррупцией? В данный момент мы готовим законопроекты и нормативные документы, которые можно принять, не принимая закона Верховной Раде. Это нормативные документы. И законопроекты, которые надо провести в Верховной Раде для того, чтобы убрать лишние бюрократические механизмы, которые просто мешают людям жить и мешают работать предпринимателям, и малому, и среднему бизнесу, и вообще простым людям, даже чиновникам. То есть у нас чиновничья власть, она настолько всеопоглощающая, всеобъемлющая, что, ну, как вам сказать, вот в Фейсбуке есть хороший такой анекдот, но не анекдот, а история. Вы стали мэром города, вы абсолютно настроены на честную работу, абсолютно готовы бороться с коррупцией, не будете брать взяток. Проработали месяц, пришли в кассу и получили 2000 гривен. Ну, у вас семья, дети, вы понимаете. 2000 гривен – это 200 марок, да, или, ой, марок, евро, даже меньше. То есть сама система, которая у нас построена в стране, она абсолютно заточена под коррупцию, под корпорационные схемы. И если не поломать систему эту, то никакая борьба с коррупцией не получится. У нас в стране 80% коррупционной составляющей. То есть 80% населения у нас участвует в коррупции. Если нам удастся хотя бы эту планку снизить до 30%, мы считаем, что это уже будет большая победа. На выборах свои кандидатуры выдвинули некоторые олигархи. Разве они не замешаны в коррупции? Люди, которые зарабатывают больше, чем состояние здесь, в этой стране. Вы считаете, они не замешаны в коррупции? Или как? Или вы будете тоже контролировать их деятельность, в случае, если эти люди победят на выборах? Ну, вы имеете в виду Порошенко, как бы лидера явного, да? Дело в том, что в данный момент наша главная задача – сделать так, чтобы мы могли контролировать власть. То есть сделать механизмы контроля, которых нет на сегодняшний момент. И нам тогда плевать совершенно. Будет там Порошенко, Яковенко, Петренко, Сидоренко. Не имеет значения фамилии кандидата и самого президента. Как только мы сможем выработать такие механизмы, как только мы добьемся того, чтобы это все поняли, что преступление будет наказано, то фамилии уже не имеет значения. А в данный момент, ну, мы имеем то, что имеем, у нас нет других кандидатур. Один момент я не очень поняла. То есть вы в антикоррупционном отделе Майдана, так? Комитете Майдана, гражданской организации. Но, с другой стороны, вы поддерживаете одного из политических кандидатов на выборы президента. Я правильно поняла? Если нет, то, пожалуйста, исправите. Не совсем правильно. Я поддерживаю окончание хаоса и беспредела. В данный момент, когда наш братский народ из России утверждает, что у нас нелегитимная власть, должна быть легитимная власть в стране для всего мира одинаково признана. И поэтому мне хоть черт оставьте, но только чтобы это был легитимный черт. И поэтому никакого отношения к комитету, это не моя личная позиция, у антикоррупционного комитета совершенно политичная структура, естественно, не может быть никакой политической структуры. Это я высказываю свою позицию лично, и все. У меня последний вопрос. Ваше личное мнение, как разрешить конфликт на Востоке? Только путем переговоров. Там есть меняемые, совершенно нормальные люди. Я разговариваю с ними, общаюсь каждый день. И сегодня тоже в том числе разговаривал. Они хотят больше свободы, чтобы регионы имели самоопределение определенное. То есть, чтобы они хотят, чтобы была выборность губернаторов. Это все правильно, это мы поддерживаем. Так должно быть. Мы одинаковые абсолютно. Мы хотим жить лучше, мы хотим жить без взяток, мы хотим спокойными быть за жизнь своих детей, за свое здоровье, за свою работу. И для этого, собственно говоря, Майдан и собрался. Его не политики собрали, это люди собрались. И люди самоорганизовались. И 90% людей на Майдане стояли против той власти, которая сейчас находится у власти. Мы не их привели. То есть, мы их привели в власти, потому что это была единственная легитимная часть политикума. Но они надолго здесь не задержатся.